Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах – это тоже тема наших разговоров. Россия, живших в ней иностранцев – это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня – харьковчанин Игорь Соломадин. Историк, психолог, преподаватель. Живущий сейчас в Чехии. Игорь, вы живете в Чехии уже около двух лет. Вы помните ваши первые впечатления? Не обманули ли они вас? И изменилось ли ваше отношение к стране, где вы живете, вот в последние почти два года? В Чехии я первый раз побывал в 2017 году, когда для Украины сделали безвиз. И первая страна, в которую мы приехали с дочерью младшей Таней – это была Чехия. Это во-первых. А во-вторых, Чехия, если точнее сказать, еще Чехословакия – моя любовь еще с 1968 года. Вот когда началась война, ну, понятное дело, что если моя дочь Ищила здесь, в Карловом университете, она, конечно, меня сюда и привезла, можно так сказать. Вы сказали, что это любовь ваша с 1968 года. Я боюсь, что это не была взаимная любовь. Дело в том, что мне тогда было мало лет, и я в основном слушал вражеское радио вроде вот вашего. Мне было интересно, я переживал за то, что там происходило. А у меня был друг, с которым я познакомился летом в Сочи, тогда еще можно было поехать. Этот друг, его звали Иржи, он был капитаном Чешской армии и выпускником Московского энергетического института. Он учился в Москве. И он буквально целый месяц мне рассказывал о пражской весне. Поэтому я много чего знал именно от друга. А в целом для вашего поколения, зарубежья, чем было наполнено? Был ли вокруг вас сам издат или там, может быть, даже там издат, какие-то разговоры? Мое поколение – это поколение разных людей. К сожалению, известный деятель современности, развязавший войну против Украины, он родился в один год со мной тоже. И когда мне было лет 16 или 17, я был убежден, что люди нашего поколения изменят жизнь, изменят мир. И мне тогда казалось, что эта перемена должна быть к лучшему. Я рос в очень специфической атмосфере. Мой отец был инженером, ракетчиком военным, и моя юность проходила на Байконуре. Это был особый круг общения. Там была такая, я бы сказал, технологическая, техническая элита тогдашнего времени. Они носили погоны, но это были компьютерщики, электронщики, все люди, которые связаны были с этим. Как ни странно, в кругу знакомых моего отца были люди, которые очень критически относились к тогдашней власти. Некоторых даже потом, грубо говоря, турнули из армии. За подобные вещи. Самый сдат туда еще не проникал. Это немножко позже было, когда уже в Харькове я оказался. А так, круг был довольно противоречивый. С одной стороны, очень мало людей, таких критически настроенных. А основная масса, ну, это вот такие кондовые советские люди. И там было довольно сложно найти единомышленников. Ну, буквально единицы были. Игорь, вы вспоминали, как вы приехали в Чехию туристом, но около двух лет назад вы приехали уже беженцем. И вот что видели глаза беженца? Ну, это была довольно тяжелая поездка в целом. И первое, что я здесь увидел, это на станции Бумен, на границе с Польшей. Было очень много женщин с детьми, которые лежали на полу. Переполнено все было. Были военные чешские, ну, просто следили за порядком. И было вот ощущение, действительно, беженства. А потом, когда я оказался у чешских друзей, меня приютили преподаватели моей дочери, очень хорошие люди. И я оказался в очень дружественной атмосфере. Я очень благодарен. Старая эмиграция, которая бежала от Октябрьской революции, от Гражданской войны, она очень четко делила людей на две категории. На беженцев и на эмигрантов. Под эмигрантами понимали тех, кто сделал свой политически осознанный выбор, кто собирался внедряться в иностранную жизнь. Или даже если не внедряться, то полностью посвятить себя вот этому новому своему существованию. Беженцы все время сидели на чемоданах. И даже если они жили в одной квартире и были членами одной семьи, могли быть одни беженцы, другие эмигранты. Они, беженцы, хотели кто к Пасхе, кто к Рождеству, и выпивали за это, быть снова дома. Какое ощущение у вас? Вы эмигрант или беженец? Ну, в общем-то, и не то, и не другое. Ощущение такое, что вот я нашел такой временный приют в стране дружественной, и я могу в любое время поехать домой, вернуться, если захочу, или не вернуться. То есть у меня гораздо больше свободы, и нет ощущения такого, что вот мы беженцы. Нет, у меня лично такого ощущения нет. Я думаю о том, что пора бы уже и вернуться, и работать там. Но я думаю о том, где моя жизнь, моя работа будет более эффективной. Сейчас я преподаю, и до конца учебного года, во всяком случае, буду жить еще здесь. А там дальше посмотрим, как бы. Когда-то Чехия входила в состав Австро-Бенгерской империи. Империи, которая знаменита, благодаря романам Кавки или Роберта Музеля, своей бюрократической машиной. Вы попали в шестеренки этой машины, или все прошло и проходит гладко? То, что касается бюрократической машины, конечно, мы о ней много наслышаны, но какие-то были необходимые вещи по оформлению, но никакого, скажем так, давления, или когда тебя гоняют в лабиринте, вот в этом Кавкианском я не ощущал, нет. Другими словами, процесс прошел гладко. Да, абсолютно, абсолютно. Игорь, а наука, насколько она в вашем родном Харькове разрушена полностью, насколько она теплится, из-под глыб доносится или что-то? Из-под глыб что-то доносится, но все-таки разрушена серьезно, потому что, вот мне пишут знакомые люди, это высококвалифицированные историки, например, да, они оказались фактически сейчас без работы. А в Чехии, вот здесь уже, в вашем сегодняшнем состоянии, что удается делать плодотворно и полноценно из того, чем вы занимались дома в Харькове? Ну, я здесь, как и в Харькове, я преподаю, причем преподаю в двух харьковских школах в своем лицее «Очаг», он по-прежнему работает очень хорошо и интенсивно. Школа «Орбита» замечательно работает, а есть также очень интересный проект, называется «Ковчег без границ». Это мои друзья, которые из России, они эмигрировали, и я был знаком с директором этого «Ковчега» еще с 2014 года, если мне не изменяет память. Он всегда поддерживал Украину, такой Рустам Курбатов, и он организовал замечательную вещь, то есть лучшие профессора, которые уволились из высшей школы экономики, сейчас работают с детьми, со взрослыми. Это отличный проект, и меня туда пригласили проводить семинары по истории Украины, и мне пришлось провести вот в летнем семестре целый цикл по истории Украины на русском языке, и там были слушатели из США на разных странах, и из Америки, и из Израиля, и из Бразилии, ну, те, которые знают русский язык, но не знают украинского языка. И для меня это была новая сфера деятельности, рассказывать на русском языке об истории Украины. И я ссылался на опыт «Радио Свобода», кстати, что надо говорить на русском языке тем людям, которые тебя будут слушать. Это все равно будет иметь смысл, и всегда имело смысл, я тому подтверждение лично. Вот так. Так что это для меня была новая сфера деятельности в преподавательской работе. А так я по-прежнему преподаю, и час от часу, час от часу, это уже украинизм, как бы. Я выезжаю в Прагу, тут бывают очень интересные встречи, конференции, приезжают мои киевские друзья. Вот Константин Сегов, известный философ украинский был, английский писатель и журналист Гартен Эш, замечательная наша правозащитница Александра Матвейчук. Мы общались тут в Праге, встречались с Сергеем Жадановым. Вот такая вот жизнь тут, в общем-то, время от времени происходит. — Говоря русским канцелярским языком, как вы решаете квартирный вопрос? У вас есть врач? — Ну, квартирный вопрос меня пока что не испортил. Мне повезло в некотором смысле, потому что в Праге я начал искать квартиру, мне пришлось столкнуться с трудностями, поскольку у меня собака, а с собакой в Праге найти квартиру сложно. Хотя пражане любят собачек, но они любят своих собачек. — Как зовут ваши собачки? — Олеся, Олеся. — А, я помню, вы же приходили в нашу студию, я знаком с Олеся, я жал ей лапу. — Да, и мне было сложно найти в Праге, и я нашёл квартиру в замечательном городе Подибрадо. Я не знал ничего об этом городе, и когда я туда приехал, мне там очень понравилось. Я нашёл квартиру у людей, которые сами являются заядлыми собачниками. Вот у нас во дворе, в нашем дворике живёт, ну, если я не ошибаюсь, шесть собак и три кота. Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я, Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий, и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. У нас в гостях харьковщанин Игорь Соломадин, историк, психолог и преподаватель, живущий сейчас в Чехии. Игорь, по вашим наблюдениям, насколько Украина входит теперь в сознание европейцев? И стали ли они по-новому смотреть на своего восточного соседа? Я недавно встретил знакомого молодого чеха, там же, в Подибрадах. И он мне говорит, Игорь, ты знаешь, мир сошел с ума. Что творится? Что происходит? Я сначала подумал, что это что-то личное у него. И говорю, а что случилось? Он посмотрел на меня и говорит, как что случилось? А война в Украине. Игорь, ты что? Многие говорят, вот, уже устали от войны в Украине. Но сейчас, мне кажется, наступает новый какой-то этап, когда люди в Европе начинают понимать, что угроза довольно близко подошла к ним. Игорь, насколько я понимаю, ваша собака Леся или Олеся? Олеся, нашла общий язык со своими близкими, чешскими родичами. А вы подружились с чешским языком? Я изучаю чешский язык. К сожалению, мои успехи очень скромны. Но я хожу на курсы добросовестно. Время от времени что-то читаю, периодику читаю чешскую. Купил книгу Жадана, интернат на чешском языке. Вот он мне её подписал. И я стараюсь читать и на чешском, и на украинском. У меня есть и тут другой вариант. Ну и Таня мне помогает. Она прекрасно владеет чешским. Ну и кроме того, вот, когда мы говорили о чехах, я просто столкнулся с таким, знаете, неожиданным для меня отношением, когда соседка Падебрада, это город, в котором такие дома, вот виллы, настоящие виллы. И соседка, хозяйка одной из таких вилл, она подарила мне поводок для Олеси такой. Это было неожиданно и довольно приятно. А потом она принесла мне ёлку, Новому году, ещё какие-то сладости. Через какое-то время мне стучит в окошко, другая соседка, паня Мария, она тоже что-то мне принесла. Я ему буквально... Откуда они узнали? Ну вот потом начали говорить, разговаривать, как мы могли по-чешски. Немного паня Мария, женщина пожилая, и она помнила русский язык, учили в школе. Честно говоря, я был тронут таким отношением со стороны людей, которых я, в общем-то, и не знал. Учили-учили русский язык очень мощно. В Чукословаке. Когда я раньше вызывал такси, теперь-то всё больше обер. Вызываешь такси, открываешь дверцу, и он тебя обязательно спрашивает, Лев Николаевич? А ваше отношение к русской культуре изменилось как-то за эти два года? Читаете ли вы русских авторов? Сегодняшних или авторов прошлого? Это такой, знаете, сейчас болезненный вопрос для многих украинцев. Я не могу сказать, что я сейчас читаю русских авторов. Вот некоторых читаю, не будем указывать пальцами кого. Сложно это обсуждать сейчас публично, тем более с моими соотечественниками, с моими друзьями, потому что когда на голову падают русские бомбы, летят русские ракеты, у людей вызывает вообще отвращение ко всему русскому. Это можно понять. Чехия традиционно находилась в зоне политического, культурного влияния Германии и Австрии. Мне кажется, в гораздо большей степени, чем Польша или Россия. Вы это чувствуете? Есть такая замечательная фирма, называется, по-моему, Франц и Осип, по производству консервов. Вот с портретом императора на банках. С собачьих консервов, нет? Нет, нет, это там всякие рыбные консервы, ну такие, это дорогие вообще-то такие продукты. И там такой замечательный Франц и Осип изображён. А так я сталкиваюсь с тем, что вот некоторые люди знают хорошо немецкий язык, но особо я это не замечаю, честно говоря. Я недавно был в Германии, там была конференция, посвящённая 100-летию выхода книги Мартина Бубера «Их он иду, я и ты». И потом, когда я возвращался из Германии в Чехию, у меня было такое ощущение, что я еду домой. То есть я здесь всё понимаю, здесь все мне уже близко и понятно. Хотя Германия прекрасная страна, разумеется, да, очень интересно там было. Участвуете ли вы каким-то образом в жизни украинской комьюнити, простите за общеевропейское теперь слово, здесь, в Чехии, есть ли какой-то общественный дух, вот есть ли единение не социальное, не объединение в страдании, а объединение в послании? Здесь есть хорошая такая активная молодёжная организация, называется «Глаз Украины». И вот там моя дочь принимала активное участие, пока она была в Чехии, сейчас она в Харькове находится. Мы ходили на акции, которые устраивали ребята. Это студенты в основном украинские, они очень активны. Это было здорово, интересно, новые встречи, новые знакомства. И акции, которые привлекали внимание большого количества людей. И на Карловом мосту, и на Староместском намнести всё это было, да. Тут есть такая активность. Ну, вот я видел среди молодёжи. Знаю, что есть и другие формы активности. В частности, работает украинский центр «Свитло». Там проводятся лекции интересные, много всяких занятий для детей. Это в Праге. Но вот в Подибрадах пока я такого, честно говоря, я не замечал, хотя там много украинских мам с детьми. Игорь, вы педагог, причём не только по профессии, но и по призванию. Много лет назад вы основали какой-то особенный лицей или школу в Харькове с какими-то особыми педагогическими методами, творческими методами. Что это за методы? Много лет назад мы с коллегами стремились построить такое образование, которое бы давало детям возможность развивать свободное мышление. И в частности, мы объединялись с теми коллегами, которые преподавали гуманитарные предметы, ну, хотя не только гуманитарные предметы, и основывались на идеях диалогического мышления, на идеях школы диалога культур, которая была создана философом, замечательным Владимиром Соломоновичем Библером. Вот это начинание, оно было давним, где-то ещё с 80-х годов. Мы попытались воплощать в жизнь. Всё это было очень сложно, очень трудно, но пытались это сделать, и что-то получалось. Да и, в общем-то, и сейчас пытаемся каждый уже по-разному, по-своему работать, именно ориентируясь на идеи диалога. Хотя сейчас часто говорят, о каком диалоге вообще может идти речь вот в этой ситуации войны и, ну, в общем-то, понятно, противостояния. Но мне кажется, что идея диалога, как её понимали философы начала XX века, а потом и уже Владимир Соломонович Библер, ну, философы XX века, имею в виду Мартин Бубер в Германии, Михаил Бахтин в России, можно назвать ещё другие имена, Оген Розенштокхюси в Германии, а потом в Соединённых Штатах, который был в переписке с Бубером и с Францем Розенштокхюси, такой комплекс идей, и мне как раз кажется, что идеи диалога могут быть вновь актуальны, ну, несколько в ином смысле. Но это был бы особый разговор, я сейчас не хотел бы вдаваться в подробности, если будет возможность, можно было бы поговорить об этом. Дети воспринимают сложные идеи? По-разному. Сейчас сложно с детьми говорить о сложных идеях, поскольку у нас нет контакта живого, мы общаемся только через экран компьютера. Это осложняет значительную степень общения, хотя, я бы так сказал, бывают моменты, бывают моменты. Детям сейчас сложно работать, потому что они живут в разных условиях. Многие родители наших детей, они вернулись снова в Украину, поживя в Европе некоторое время, вернулись в Украину и вернулись в Харьков. Сами понимаете, что сложно детям сосредоточиться на учёбе, когда обстрелы довольно часто происходят. Это всё очень сильно осложняет наше общение. Игорь, долгая ли жизнь суждена украинскому зарубежью? О, хороший такой вопрос. Это сложный вопрос. Что иметь в виду под украинским зарубежьем тех людей, которые в результате войны оказались здесь? Конечно. Это вот сейчас обсуждается на разных уровнях. Кто-то говорит, что большая часть не вернётся, кто-то говорит, что наоборот вернётся. Я не берусь судить, я просто знаю некоторые настроения, не обобщая, могу сказать, что есть люди, которые очень хотят вернуться, и их удерживает за рубежом только лишь забота о безопасности своих детей. А кто-то, наоборот, скажем, тут нашёл себя, и такие есть. Каково их количество и соотношение, тут я судить не могу. Тут должны быть социологические исследования. И насколько эти данные окажутся релевантными, ну, я думаю, что жизнь покажет. Харьков, ваш родной город, ну, главный родной город, ваши отношения с городом в годы войны и вынужденной эмиграции изменились? Ну, как сказать, Харьков изменился, конечно. Моя младшая дочь Таня, она вернулась в Харьков, хотя я очень тревожился из-за этого и продолжаю тревожиться. Но она мне говорит, я без Харькова жить не могу. Это мой город, моё сердце там. Это не пафосные слова, она действительно так чувствует. И мне даже удивительно, насколько вот она человек совершенно уже другого поколения, вот она вписана в эту жизнь, её друзья, она находит там себя. Что касается меня, то мне, конечно, тоже очень хочется туда вернуться и быть вместе со всеми. И я думаю, что закончится учебный год, и дальше я буду уже думать о возвращении. Ваша дочь Татьяна находится в Харькове. Для вас это серьёзное переживание, когда вы читаете новости о бомбардировках? Конечно, серьёзные переживания. Мы переписываемся, мы в постоянном контакте, скажем так, в режиме реального времени, когда мы узнаём, что очередной обстрел. В последнее время эти обстрелы участились. И вот 23 января обстреливали как раз тот район, где находится наша гимназия, мы сейчас Лицей. И там, к сожалению, погибли люди, родители наших учеников. Замечательная пара людей, их нашли под завалами. Они лежали в обнимку, и две их маленькие собачки-таксы. Это было большое горе. И хотя уже мы знаем о большом количестве погибших людей, но вот когда касается непосредственно тех людей, которых ты знаешь, их девочку я учил в гимназии, хотя с ними я не был знаком, но множество общих знакомых, и это всё воспринималось как личная боль. Ну, и таких случаев много. И, конечно, мы постоянно, все, кто и в Харькове, и не в Харькове, мы постоянно на связи и поддерживаем постоянный контакт. Игорь, большое спасибо. В следующем году в Харькове. Спасибо, Игорь, огромное. Храни Господь ваш Харьков. Спасибо. Гостем подкаста был харьковчанин Игорь Соломадин, историк, психолог и преподаватель, живущий сейчас в Чехии. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.